Отлично, благодарю за обратную связь. Коротко расскажу о формате нашего вебинара. Вначале мы поговорим об основных факторах, которые влияют на котировки российской валюты. И затем также ставим прогноз, что нам делать с российской валютой, можно ли менять доллары на рубли или наоборот, необходимо менять рубли на доллары. Кто победит в этой битве, доллар или рубль, сегодня мы узнаем. Также, если у вас возникают какие-либо вопросы, обязательно их пишите. Единственная просьба писать сначала по нашу вебинару. Все-таки мы говорим о рубле российском. И также, если время останется, можем поговорить и по текущей ситуации на рынке. Но вначале будем говорить именно о российской валюте. Еще раз всех благодарю за обратную связь. Поговорим сначала о взаимосвязи рубля и нефти, потому что это очень важная составляющая, которая позволяет понять, что же будет с российской валютой. В чем здесь суть? Суть в том, что у нас чуть больше половины бюджета Российской Федерации формируется за счет доходов от нефтегазового сектора. То есть нефтегаз продают на экспорт, получают выручку и, соответственно, эта выручка поступает в бюджет. И наполовину бюджет формируется, исходя из, значит, динамики цен на нефть в первую очередь. И здесь также получается, что вроде бы только лишь бюджет привязан к нефти, другая половина от нефти никак не зависит. Но на самом деле нефть влияет и на вторую половину бюджета, потому что получаем мы доходы от продажи нефтегаза. И, соответственно, эти деньги поступают в различные сектора экономики. И есть в немецкой теории такое выражение, как мультипликативный эффект. То есть 1 рубль, допустим, нефтегазовых доходов может создавать до 4 рублей различных доходов. Таким образом, получается, что прямо зависимость бюджета на половину и косвенно на еще процентов 30 по разным оценкам. Таким образом, примерно около 80% бюджета России зависит от доходов нефтегазового сектора. Таким образом, этот фактор, наверное, получается для нас ключевой, и мы сейчас о нем поговорим. Что нам необходимо понять в этом факторе? Нам необходимо понять, что же у нас будет с динамикой цен на нефть. Соответственно, исходя из этого, мы сможем понять, что будет с российской валютой. Если посмотреть на текущий график, то мы видим обратную корреляцию между индексом доллара, это линия красного цвета, и также нефтью, это нефть марки Брэдмос представлена. Именно от сорта Брэнд происходит сенобразование российского сорта Юрлс. Таким образом, будем говорить именно об этом сорте, о сорте Брэнд. И почему здесь обратная корреляция? То есть мы видим, что когда у нас красная линия движется вверх, это индекс доллара, в левой части графика, то нефть сильно падает, затем они как бы развернулись на время, красная линия стала снижаться, при этом нефть стала расти. И здесь взаимосвязь в том, что нефть у нас торгуется в основном за доллары, есть у нас два основных центра по торговле нефтью, это Лондон и Нью-Йорк. Есть также различные региональные центры, допустим, в странах Азии, также в Южной Америке и в Европе есть небольшие центры, где нефть торгуется не за доллары. Но это такие локальные центры, они небольшие и основной оборот все-таки происходит именно в российских, именно в американских долларах, то есть нефть торгуется за доллары. Таким образом, если стоимость доллара растет, то происходит соответственно понижение котировок нефти и наоборот, когда стоимость доллара снижается, то нефть от этого выигрывает, нефть от этого дорожает. Таким образом, здесь нам необходимо понять, что у нас может быть с рынком нефти. Я думаю, все вы в курсе, что у нас в конце ноября минувшего года был саммит ОПЕК в Вене, там находится штаб-квартира этой организации, и нефтяной картель впервые с 2008 года принял решение о том, чтобы сократить квоты на добычу. То есть такого события рынок не видел 8 лет. И что у нас было в 2008 году? Тогда у нас был мировой кризис последний, начался он в Америке, затем перекинулся на все страны остальные и коснулся России в том числе и другие страны СНГ, Украину, Белоруссию, Казахстан и так далее. И здесь, получается, у нас было сильное падение по нефти, было сильное укрепление доллара в 2008 году, и тогда эта вся ситуация не устраивала мировых производителей. Они устраивали и Саудовскую Аравию, и Россию, и ряд других стран. И они приняли решение тогда ОПЕК, нефтяной картель, чтобы добычу сократить. И тогда все это вызвало хороший, такой устойчивый и долгосрочный, самое главное, рост котировок. То есть котировки росли очень долго и очень сильно. И сейчас в конце 2016 года была такая же ситуация, то есть рынок очень сильно упал. Мы можем посмотреть на график просто нефти, что брендж туда был, МСАЙ. В январе 2016 года у нас были минимумы, причем минимум очень существенный. И как раз тогда начались различные встречи, переговоры между нефтяниками о том, что надо бы что-то делать. И вот они целый год почти думали, что им делать. Сначала они думали, что ситуация сама по себе как-то разрешится. Но в итоге ничего особо не разрешалось, и нужны были какие-то меры. И эти меры они в итоге реализовали. Реализовали с 1 января текущего года. То есть стали сокращать добычу и Саудовская Аравия, и ряд других стран. И Россия к этому присоединилась. В принципе, это событие очень важное, потому что очень редко бывает согласие между странами ОПЕК. То есть вроде бы они образовались почти полвека назад для того, чтобы как раз вырабатывать общие какие-то решения. То есть приходить к единому мнению. Но тем не менее, очень редко у них это получается. То есть там очень много противоречий. И то, что они договорились, это в принципе многих удивило. И еще больше всех удивило то, что Россия тоже присоединилась к этому соглашению. И за счет этого котировки у нас продолжили расти. Декабрь, январь. И сейчас тоже плюс-минус стабильно у нас по нефти. То есть мы, грубо говоря, стоим во флете, где нижняя граница 54, а верхняя 57. То есть нефть как бы во флете. Что у нас может быть сейчас в самое ближайшее время по рынку нефти? Я думаю, что мы будем продолжать торговаться в этом флете. И в рамках этого флета мы уйдем на нижнюю границу. То есть сейчас мы стоим примерно посередке. Если смотреть по бренд, я думаю, что будет снижение к нижней границе. Почему будет снижение? Снижение я ожидаю в связи с тем, что... С одной стороны, у нас есть три крупных игрока на рынке. Игрока имеется в виду не вот они играют там все-то во что-то, в какие-то игры азартные. Просто есть такое выражение, вообще принятое в мировой практике, называть, допустим, производителей нефти игроками. И, значит, у нас есть три крупнейших производителя. Это ОПЕК, получается, нефтяной картель, ряд стран, плюс Россия. Россия сейчас находится на первом месте по добыче нефти. То есть больше всех нефти в мире продает. На втором месте Саудовская Аравия. И на третьем месте в мире находится США. И что у нас в итоге получилось? Вот в ноябре, декабре, январе, когда провели саммит, провели различные усторонние встречи и стали с 1 января добычу сокращать. Это все позитивно. Рынок все это уже учел, рынок это все отыграл. То есть все это уже в котировках, потому что котировки выросли очень сильно за эти три месяца. И получается, что два крупнейших производителя договорились о сокращении добычи. И они уже добычу сокращают, что самое главное. А вот третий крупнейший производитель нефти в мире никаких соглашений не подписывал и добычу увеличивает. Это США. Соединенные Штаты Америки, если кто не знает, занимают третье место в мире по добыче нефти. Причем это третье место так стабильно за ними держится. И вот здесь у нас график с лета 2016 года по текущее время, что у нас в Штатах происходит с добычей. И ситуация очень интересная. Летом минувшего года добыча опускалась до уровня 8,4 миллиона баррелей. Затем было нащупано некое дно, так называемое, ниже которого уже добыча не стала опускаться. И затем начался рост. И сейчас по последнему отчету, который у нас был опубликован в минувшую среду, в Штатах добывается 9 миллионов баррелей ежедневно. То есть это очень хороший прирост. То есть смогли увеличить за 8 месяцев на 600 тысяч баррелей в день. И добыча там продолжает расти. И судя по всему она и дальше будет расти. То есть тренд восходящий будет продолжаться. Почему я об этом говорю? Потому что есть такая интересная компания Baker Hughes. Она занимается тем, что обслуживает нефтяные компании. То есть это нефтесервисная компания. И она еженедельно, также по пятницам вечером опубликует свою статистику, сколько она обслуживает вышек и газовых, и нефтяных. Причем и только по Америке, но и в целом по всей Северной Америке. То есть по США, по Канаде и по Мексике. И там получается очень интересная статистика. Вышки растут. Растут в США количество платформ, которые обслуживают Baker Hughes. Растет количество платформ в Канаде и в Мексике. И если посмотреть, допустим, на Канаду, то Канада в основном свою нефть продает ближайшему соседу, то есть США. И таким образом здесь получается такой очень интересный и замкнутый круг. Рост цен на нефть способствует тому, что увеличивается количество нефтяных платформ. То есть высокие цены позволяют вести бизнес с хорошей рентабельностью. И поскольку буровые платформы стоят достаточно дорого, допустим, платформы так называемого традиционного бурения, это вертикальное бурение, которое используют такие известные компании, как ExxonMobil, Chevron и так далее. У них буровые платформы стоят примерно 1 миллион долларов. Ну, в зависимости от региона, конечно, на Аляске там подороже ценник, потому что более такой северный регион, там нужно немножко другое оборудование. В Техасе, допустим, где очень хороший климат, там, естественно, ценник поменьше. Ну, вот такая средняя температура по больнице 1 миллион долларов. При этом, если смотреть, допустим, на так называемые компании по сланцевой добыче, то там ценник гораздо выше, там от 3 до 5 миллионов долларов за одну буровую платформу. Это так называемое горизонтальное бурение. И таким образом получается, что все эти компании, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, они завязаны очень сильно на кредитах. Они берут кредиты в американских банках, на эти кредиты они открывают платформы и, соответственно, качают нефть, продают и получают выручку, платят по кредитам и, соответственно, все, что там остается, минус расходы на зарплаты, на налоги и так далее, это уже их прибыль. Таким образом, когда цены очень низкие, то им не выгодно эту самую нефть добывать, они просто скважину законсервируют на время и уже возвращаются обратно, когда цены очень высокие. И сейчас как раз такая ситуация наблюдается, то есть все, что выше 50, это хорошо для американского нефтяного рынка, то есть все компании могут работать с прибылью, практически все там за редким исключением. То есть что компании по традиционному вертикальному бурению, что по сланцевой добыче, практически все из них получают прибыль, соответственно, они сейчас стремятся увеличить как можно быстрее свой объем добычи, потому что у них есть опасения, что вдруг опять рынок рухнет. Как, допустим, это было в 2014 году, как это было в 2015 году. И тогда они не смогут заработать, тогда они не смогут завладить по кредитам, и тогда они не смогут перекредитоваться, соответственно, более длительный период. Таким образом, они сейчас в быстрых таких темпах наращивают свои производственные мощности и стремятся использовать вот этот вот флет, который у нас наблюдается по нефти, для того, чтобы на этом хорошо заработать. И таким образом, я думаю, что такая тенденция еще будет продолжаться, и добыча будет идти на новый максимум. Соответственно, получается, рынок уже отыграл фактор ОПЕК и России, сокращение добычи с 1 января, и фактор добычи нефти в США, рынок еще не отыграл, потому что добыча растет и растет, и рынок это будет отыгрывать. И у нас такая ситуация примерно происходит, как мы видим в среду отчет по рынку нефти, то нефть падает, либо умеренно падает, либо падает очень сильно. Потом опять идет откат вверх, то есть примерно возвращаются на круги свои, а потом опять новый отчет, опять идет падение. И здесь посмотреть на текущий график, это вот недельный график нефти марки Brent, мы видим, что у нас есть такая восходящая тенденция, очень хорошая в левой части графика и в середке, и затем уже в правой части графика флэт. И вот здесь, в рамках этого флэта, я думаю, что будем снижаться к нижней границе, после этого пойдем уже на верхнюю границу и выше. То есть я сначала думаю, что нефть за счет того, что добыча в Штатах сильно растет, нефть продают вниз, нефть у нас инструмент очень спекулятивный, и спекулянты любят отыгрывать любой маломальски важный повод, а это повод очень хороший для коррекции, то что Штаты добычу наращивают, несмотря на то, что ОПЕК там и Россия сокращают. И здесь получается, что очень высокая вероятность тестирования именно нижней границы этого флэта. То есть у нас сейчас, если смотреть по графическому анализу, фигура прямоугольник на недельном графике, прямоугольник появляется после сильного тренда, у нас есть хороший тренд вверх, здесь мы это видим, и прямоугольник это обычно фигура продолжения. То есть из этого прямоугольника с высокой долей вероятности цена выйдет дальше вверх и пойдет на 60 или чуть выше, то есть 60 долларов за бренд. Но перед этим, я думаю, что будет снижение котировок либо к 54, либо к 51. Поэтому сначала, я думаю, будет снижение, затем уже будет рост. Таким образом, получается, если все это спроецировать на российскую валюту, то сначала для рубля это будет плохо, а затем для рубля уже будет это хорошо, и рубль может выйти на новый максимум по отношению к доллару. И, соответственно, пара доллар-рубль у нас будет снижаться. Так, поступили вопросы. Мурат, Россия больше всех и продает, и добывает нефти, и саудиты пытаются вроде бы как эту ситуацию исправить, потому что буквально еще два года назад Саудская Аравия занимала первое место в мире. Но поскольку соглашение они заключили, то с 1 января саудиты также свою долю уменьшили на рынке, и Россия уменьшила, но Россия все равно остается номер один. Поэтому пока что на текущий момент времени, 28 февраля 2017 года, Россия больше всех и добывает, и продает. Что делать с рублями, то есть сейчас переводите доллары, пока лешего, думаю, брать, но если я не стану по 50, то... Антон, благодарю вас за вопрос, обязательно отвечу на ваш вопрос, но чуть позже, то есть сегодня я дам прогноз, что делать с рублями, что делать с долларами, но это будет чуть позже, запаситесь немножко терпением, и через некоторое время я обязательно об этом расскажу. Теперь поговорим об еще одном факторе, который влияет на российскую валюту, это рубль и облигации федерального займа, так называемое ОФЗ. Я думаю, вы тоже часто слышите эти такие фразы, ОФЗ, аббревиатура, так и достаточно распространенные. ОФЗ переводится к облигации федерального займа, то есть у нас получается ситуация, какая по рынку облигации, если доходность ОФЗ 10-летней, это на текущем графике линия синего цвета, она у нас снижается, то мы видим, что и пара доллар-рубль, которая изображена на текущем графике линии красного цвета, то пара тоже снижается. И вроде бы это звучит достаточно так парадоксально, потому что на наших вебинарах по обзору рынка, которые мы ежедневно проводим с понедельника по пятницу в 10.30 по Москве, мы обычно говорим о том, что если доходность растет, допустим, тех же самых американских гособлигаций, доходность трежерис, а допустим, там доходность немецких бандов, так называемых бундесы, облигации Германии падает, то это плохо для пары евро-доллара, и пара будет падать. То есть если доходности растут, это хорошо, а здесь получается наоборот. В чем же причина? Причина здесь в том, что российские облигации, вот эти ОФЗ, они относятся к развивающимся рынкам, то есть на развивающихся рынках более высокая доходность, да и более высокий риск. Поэтому там, где более высокий риск, то там крупные такие игроки, фонды различные, хедж-фонды, пенсионные фонды. То есть кто в основном работает на рынке облигаций? На рынке облигаций работают пенсионные фонды, как государственные, так и частные, так называемые НПФ, некосударственные пенсионные фонды. Также еще у нас работают страховые компании, хедж-фонды. Поскольку у пенсионных фондов денег очень много, там, особенно у государственных пенсионных фондов, там просто колоссальные такие объемы, то они, соответственно, не могут рисковать очень сильно, потому что задача вот этих всех пенсионных фондов, как и страховых фондов, то есть страховая компания, как обычно работает, Вы приходите в страховую компанию, оформляете себе полис на автомобиль, на квартиру, на личную жизнь и так далее И у вас денежки забирают, эти денежки нужно куда-то разместить, чтобы получить по ним доход Либо покупать облигации, либо акции, либо валюту, либо еще что-то Потому что вдруг, допустим, все, кто пришли и купили полис, у них у всех случился форс-мажор и придется всем выплачивать А всем тогда выплачивать не получится, потому что денег просто не будет Поэтому здесь и такая ситуация, что все они во что-то инвестируют И они инвестируют в какие-то инструменты, где риски такие небольшие, особенно пенсионные фонды Потому что если они получат большие убытки, то просто уже не останется денег для того, чтобы пенсию выплатить Соответственно, пенсионеры будут недовольны, тут уже возможны даже народные бунты, когда пенсионеры недовольны Поэтому, чтобы здесь такого не было, они выбирают облигации, где пускай доходность поменьше Как, допустим, в американских бумагах или еще в каких-либо бумагах австралийских, но и риск поменьше То есть есть так называемый, условно говоря, первый эшелон Это облигации Великобритании, Германии, США, Японии, Канады, Австралии Есть так называемый второй эшелон, это рынки Emerging Markets, так называемые То есть Emerging Markets переводится как развивающиеся площадки Там доходность выше, что по российским гособлигациям, что по турецким Что, допустим, по бразильским бумагам И, соответственно, там и могут быть и риски выше То есть какой риск? Я думаю, вы все прекрасно помните, какая у нас была ситуация в августе 1998 года Тогда был дефолт, как раз дефолт и был объявлен по облигациям По краткосрочным государственным облигациям И, соответственно, все инвесторы глобальные и мировые тоже это прекрасно помнят Поэтому и здесь такая вот ситуация Поэтому, когда доходности падают, то цены на облигации повышаются И за счет вот этого роста цены как раз все эти фонды, они и зарабатывают Таким образом, если у нас наблюдается рост доходности, то для российской валюты плохо Если посмотреть вот уже на более такой короткий таймфрейм То есть мы с вами смотрели более такую длинную перспективу за последние почти два года То здесь вот уже ситуация такая поближе Это динамика та же самая, то есть пара доллар-руба, линия красного цвета И доходность десятилетних УФЗ, это линия синего цвета И здесь мы видим та же самая корреляция, что на более длительном таймфрейме предыдущий график Что здесь более короткий таймфрейм То есть корреляция та же самая Одна линия вверх и другая вверх, одна вниз, другая вниз Таким образом, здесь у нас есть интересный такой момент, который вот случился примерно в середине графика Это у нас изображена линия, не линия, а стрелка зеленого цвета То есть вы видите, что синяя линия стала раньше идти вверх А красная линия чуть попозже пошла вверх То есть рынок облигаций первым развернулся Сначала доходности снижались и потом они пошли вверх То есть рынок облигаций развернулся и пошел вверх И об этом я также очень часто говорю на наших утренних вебинарах Что рынок облигаций практически всегда показывает опережающие такие сигналы То есть по сравнению с валютным рынком, рынок облигаций начинает двигаться намного раньше И соответственно динамика рынка облигаций нам уже позволяет понять, что у нас будет дальше с валютой То есть вот видите, здесь доходности пошли вверх за пару дней До того, как развернулась пара и затем также пара пошла вверх И соответственно здесь необходимо понять, что же будет с доходностью То есть разобрались мы, что есть корреляция между двумя этими инструментами И теперь нужно понять, что же будет с доходностью Будет она расти или будет она снижаться То есть доходность растет в те периоды, когда у нас так называемые нерезиденты Это иностранные инвесторы, которые в основном и занимаются операциями на российском фондовом рынке Что по акциям, что по облигациям в основном у нас торгуют иностранцы Допустим у нас есть самая популярная акция Сбербанк Именно про эту компанию мы поговорим уже на этой неделе в четверг, 2 марта Проведем специальный вебинар, потому что 2 марта у Сбербанка будет годовой отчет Это очень важное событие для российского рынка И вот допустим самая популярная акция Сбербанка И вроде бы по ней торгуют только российские участники рынка Но на самом деле нет, 75% оборота по Сбербанку совершают иностранцы Вот вроде бы такой парадокс По банку номер 1 в России основные операции совершают иностранцы Та же самая примерная ситуация и по ФСЗ В основном торгуют именно иностранцы Поэтому какие настроения могут быть у иностранцев Здесь необходимо уже поговорить о том, что нас ожидает в самое ближайшее время А именно 15 марта состоится заседание ФРС США Заседание будет у нас расширенное То есть что значит расширенное Там будет не просто объявлено о процентной ставке Будет она повышена, не будет она повышена Здесь будут также даны комментарии Джанет Йеллен, это руководитель ФРС США Джанет Йеллен выступает 4 раза в год 1 раз в квартал И вот как раз это будет то самое квартальное выступление 15 марта И также ФРС раз в квартал представляет рынку трейдерам Нам с вами всем вместе взятым прогнозы свои по экономике То есть что они ожидают по ОВП Что они ожидают по инфляции, по безработице и так далее И даже если ФРС ошибается Допустим ФРС там скажет Мы ожидаем 3% роста ОВП А ОВП вырастет меньше чем на 2% То все равно слова ФРС, вот эти комментарии и заявления Они рынком отыгрываются всегда Вначале рынок на это клюнет Потому что даны ориентиры, даны показатели определенные И рынок все это будет отыгрывать Когда уже ФРС допустим ошибется То рынок развернется обратно То есть ФРС формирует ожидания на рынке И соответственно что нам может сказать ФРС 15 марта В принципе нас интересует только лишь одно Будет ли ФРС повышать ставку 15 марта И как это все отразится на российской валюте И на настроениях так называемых нерезидентов Которые как раз и активно торгуют по ОФЗ Если ФРС повышает ставку То растут ставки по доходностям американских гособлигаций Поскольку они менее рискованные И поскольку американские гособлигации Это облигации номер один в мире То есть они считаются самой надежной И по ним доходность растет То все вот эти нерезиденты Или почти все Или многие из них Они как раз и пойдут в американские гособлигации То есть начнется отток капитала То есть российские ОФЗ будут продавать И будут покупать американские гособлигации Поэтому если ФРС повышает ставку То здесь у нас получается Вот именно такая ситуация То есть для рубля это будет плохо И теперь возникает тоже логичный вполне вопрос А будет ли ФРС ставку повышать 15 марта Я думаю что 15 марта ФРС ставку повышать не будет А ФРС может повысить ставку на последующих заседаниях Допустим следующее заседание после 15 марта будет 3 мая И либо 3 мая либо чуть позже ФРС ставку повысит Почему я вот так уверен что ФРС ставку повысит? Я уверен лишь только потому что У нас очень хорошие данные по инфляции Здесь на графике у нас есть динамика индекса потребительских цен в США Это инфляция И здесь мы видим достаточно такой хороший рост Примерно в середине графика он начался И затем в правой части графика мы видим два столбика зеленого цвета То есть что это такое? Это у нас рост выше отметки 2% То есть ФРС поставил для себя цель Достичь стабильной инфляции в 2% То есть по мнению ФРС именно инфляция на уровне 2% Позволяет экономике американской хорошо работать То есть может быть небольшое отклонение вверх Небольшое вниз Но желательно чтобы было 2% И по итогам января у нас инфляция составила в годовом выражении 2,1 То есть что значит в годовом выражении? Это в январе 2017 инфляция в Америке выросла на 2,1% По отношению к январю 2016 То есть немножко превысили цель ФРС В течение одного месяца А вот в течение То есть простите это не за январь Это за декабрь 2016 года И вот уже за январь 2017 года В предыдущем месяце у нас уже по Америке была инфляция 2,5% в годовом выражении То есть получается в декабре рост на 2,1% В январе рост на 2,5% То есть на 2,5% это уже такое хорошее отклонение от цели ФРС И об этом также говорила в текущем месяце в феврале Джанет Йеллен, которая выступала в Конгрессе Она два раза в год зимой и летом выступает в Конгрессе С докладом, где ее конгрессмены спрашивают Что ФРС делает, какие задачи у ФРС Ну то есть всем понятно, какие задачи у ФРС То есть насколько ФРС справляется со своими задачами И Джанет Йеллен как председатель регулятора Председатель Центробанка Она отвечает на все эти вопросы И Джанет Йеллен как раз сказала о том Что инфляция подскочила вверх И нам нужно повышать ставки на ближайших заседаниях И если мы не повысим, то допустим отложим на потом На осень, либо на декабрь Как это было в декабре 16-го, в декабре 15-го То тогда уже может быть поздно И нам придется повышать не на 0,25 Как мы ранее это делали, а допустим сразу на 0,5% И на 0,5% это плохо для финансовых рынков Может быть какая-то паника, какая-то чрезмерная турбулентность на рынках И рынки это может напугать Поэтому, чтобы такого не было То можно потихонечку повышать И соответственно Здесь и получается Что на ближайших заседаниях ФРС может у нас повысить ставку Я думаю, что 15-го марта ничего не будет Потому что если посмотреть на фьючерс На ставку ФРС Это тоже хороший показатель То там практически такая нулевая вероятность повышения ставок То есть инвесторы, инсайдеры Которые знают лично руководителей ФРС Они не ожидают того, что ставка будет повышена А вот уже дальше там вероятность более высокая Хотя даже на 3 мая вероятность невысокая Но тем не менее Есть такой в Америке банк Номер один, самый большой Это банк JP Morgan И в этом банке был выпущен пресс-релиз Две недели назад Они как раз после выступления Джанны Делина в Конгрессе Они заявили о том, что по их мнению 3 мая ФРС может повысить ставку Потому что ждать уже больше ФРС будет нельзя Ну и соответственно Почему ФРС еще может повысить ставку То есть инфляция, это понятно А здесь еще такой интересный есть фактор Это как финансирование дефицита платежного баланса И также дефицита государственного долга Я думаю, вы все наслышаны про дефицит американского бюджета То есть так называемый государственный долг То есть много на эту тему разговоров Даже анекдоты придуманы и так далее То есть я думаю, слышал только ленивый Поэтому все про это слышали Потому что там огромный госдолг И вроде как Америка должна умереть как государство Ее уже хоронят на моей памяти Наверное с 95-го года И вот уже в 22-й год ее хоронят И хоронят, но она пока что-то никак Не собирается уходить В сторону по-прежнему экономика номер один И здесь В чем еще такой важный момент Заключается На текущем графике вы можете посмотреть Чистый объем покупок Долгосрочных американских цен на бумаг Иностранными инвесторами То есть это те самые государственные облигации Там допустим 5-летний, 10-летний, 15-летний, 30-летний То есть такие вот длинные по сроку исполнения, погашения И если посмотреть допустим на 2013 год Это у нас столбик слева красного цвета То есть красный цвет здесь потому что Тогда было зафиксировано отрицательное значение То есть минус 141,5 миллиард То есть получается иностранцы Больше продавали, нежели покупали Поэтому в итоге отрицательное значение Затем уже начался рост В 2014 году 275 миллиардов С небольшим В 2015 году еще было больше 317,4 миллиарда И в 2016 году уже немножко ситуация изменилась То есть тоже положительное значение Но уже меньше Меньше чем и в 2014 году Меньше чем и в 2015 году То есть значение 255,4 миллиарда И здесь в чем заключается суть Суть заключается в том, что За счет вот этого притока капитала За счет покупки долгосрочных ценных бумаг Как раз казначейство американское Минфин Он финансирует вот эти дефициты Платежного баланса Дефицит государственного бюджета И для того, чтобы поток капитала Сохранялся на высоком уровне Чтобы Минфин смог стабильно финансировать Вот эти дефициты Нужно, чтобы эти облигации устраивали инвесторов То есть необходимо предоставить такие условия Чтобы иностранные инвесторы Все это дело покупали Ну и соответственно, если допустим мы с вами Иностранные инвесторы То есть потенциально мы с вами тоже можем Любой из нас может покупать эти самые бумаги И финансировать американскую экономику Так допустим делает государство российское Ежемесячно покупает на высокий объем Так и могут это делать и частные лица И здесь должны быть хорошие условия За счет чего зависят хорошие условия Только лишь за счет ставки Ставки процента То есть любой инвестор, трейдер, спекулянт Что хочет? Он хочет заработать Соответственно по облигациям Заработок с чего складывается заработок Складываются и ставки доходности Чем выше ставка процента Тем и выше заработок Поэтому если ФРС повышает ставки То растут ставки доходности по облигациям Соответственно такие высокие Более высокие ставки Они будут интересны международным инвесторам И в итоге они будут покупать эти самые облигации То есть в Америку будет приток капитала И Минфин будет стабильно финансировать дефициты Платежного баланса и дефицит государственного бюджета И все будут довольны То есть иностранцы, которые покупают облигации Будут довольны, потому что ставки выросли Они получают более высокий доход Минфин будет доволен, что они напечатали доллары ФРС ставку подняли И на эти доллары в итоге все и покупают эти самые облигации То есть все хорошо И получается, что приток капитала есть То есть все будут довольны Поэтому ФРС обязательно нужно повышать ставки Потому что вот видите здесь на графике крайний столбик справа Это столбик синего цвета То есть синее я обозначил в том смысле Что рост есть, есть приток Но приток меньше, чем в 2014 году И меньше, чем в 2015 году А дефицит государственного бюджета увеличивается каждый день Платежного баланса тоже каждый день увеличивается Поэтому все это дело необходимо финансировать Соответственно ФРС хочешь не хочешь, но ставки надо повышать И ФРС это тоже все прекрасно понимает Поэтому повышение ставки ФРС оно неизбежно в этом году В самое ближайшее время Вот здесь у нас представлена корреляция двух инструментов Это индекс доллара То есть такой индекс доллара Это отношение американского доллара к корзине валют конкурентов К евро, к иене японской, к фунту То есть для того, чтобы понять с долларом Можно смотреть сразу на несколько допустим валютных пар Там на евро, доллар, фунт доллар, доллар, иену А можно просто смотреть на индекс доллара И все понятно То есть можно просто смотреть на один инструмент И таким образом у нас получается следующая взаимосвязь Когда у нас ставки доходности по американским десятилетним гособлигациям растут Это у нас на графике линия синего цвета То растет и индекс доллара Это линия красного цвета То есть мы видим прямую корреляцию Соответственно если ФРС повышает То ставки доходности растут То будет расти верх красной линии на текущем графике То есть индекс доллара Соответственно доллар будет расти Получается конкурентам Это что к евро, что к фунту Что к другим валютам В том числе и к рублю И теперь составим прогноз Что нам можно ожидать по российскому рублю То есть что ожидает рубль в ближайшей перспективе С учетом всех факторов Которые мы сейчас рассмотрели На мощный взгляд можно ожидать Роста котировок пары доллар-российский рубль Или ослабление российской валюты Сейчас у нас котировки находятся чуть выше уровня 58 То есть на текущем графике Мы находимся примерно около средней границы По индикатору полосы Боллинжера Здесь у нас представлен индикатор полосы Боллинжера Для дневного графика Почему 21? Потому что Обычно в месяце 21 торговый день Соответственно стоим Боллинжера Разрасчеты на месячный диапазон Таким образом Здесь и получается Вот у нас такой график И если посмотреть Что мы сейчас стоим Около средней границы То высока вероятность Пробоя этой средней границы И роста к верхней границе Верхняя граница по Боллинжеру на дневках У нас сейчас расположена на отметке 60 рублей и 6 копеек Таким образом я думаю Что в самое ближайшее время Мы туда вырастим К этой отметке Я думаю даже вырастим Чуть повыше То есть Если посмотреть допустим На текущий график То мы в правой части видим То котировки опускались И за нижнюю границу По Боллинжеру То есть у нас Нижняя граница Допустим проходила На отметке 57.70 А котировки уходили На 56.45 15 февраля То есть Больше чем на рубль Цена уходила За диапазон по Боллинжеру И затем Она обратно В него вернулась Поэтому я думаю Что примерно Такая же налогия Будет у нас И по Этому восходящему движению То есть примерно на рубль Или чуть выше Котировки Зайдут за верхнюю границу То есть Будет сформирована Некоторая такая Перекупленность По паре Доллар-рубль Арсиа И на дневках Также войдет Перекупленность Может быть даже Дивергенцию установят И вот тогда уже У нас и будет Завершение этого движения То есть Я ожидаю Что пара Доллар-рубль Будет расти Сначала К 60.06 И затем Уже повыше На 61.5 Также Я думаю Как я уже говорил ранее Что нефть У нас упадет По бренд К нижней границе Флэта То есть Либо Мы протестируем Просто эту нижнюю границу На 53.80 Либо даже Уйдем чуть ниже На 51 Затем Я ожидаю Роста Котировок нефти Почему Ожидаю Роста котировок нефти Потому что Уже в мае В штатах Начнется Автомобильный сезон В конце мая И обычно В этот период С конца мая По конец сентября Объем Запасов нефти Очень сильно снижается То есть Высокий спрос На нефтепродукты И соответственно Здесь уже получается Статистика По Америке Будет уже Хорошей Для рынка нефти Это первая причина Вторая причина Я думаю Что Доллар Индекс доллара Также установит Пик Вот где-то В самое ближайшее время Это март Апрель Май Июнь Вот в эти месяцы На мучший взгляд Установит Доллар пик И после этого Будет разворот И разворот Такой существенно Долгосрочный Доллар Обычно двигается По таким вот Долгосрочным Девятилетним циклам То есть примерно Девять лет У нас рост доллара Конечно не вот такой Прям вертикальный рост А там есть рост Такой С зигзагами Извилистый С коррекциями Глубокими Но такой вот Рост наблюдается И также падение Примерно девять лет Бывает чуть меньше Бывает восемь лет Бывает чуть больше Десять Поэтому девять Это примерно Такая вот Средняя цифра И так Индекс доллара Движется Последние шестьдесят лет И я думаю В этот раз Ничего не изменится Пик у нас Точнее не пик А минимум Такой по доллару У нас Был сформирован В середине Две тысячи восьмого Года Добавляем Девять лет Получается Что в середине Две тысячи семнадцатого Должен быть Уже максимум Должен быть пик По индексу доллара И потом Где-то примерно Девятилетнее падение Почему доллар Движется Такими циклами И выгодно ли Это будет Американской экономике Это будет Выгодно Американской экономике Потому что Если доллар Будет снижаться То будет Увеличиваться Экспорт Будет уменьшаться Импорт То есть Будет Ситуация положительная По торговому балансу По платежному балансу И соответственно Также будет уменьшаться Государственный долг Потому что Американцы Будут отдавать Уже Долларам Который В цене упал Соответственно Они будут отдавать Меньше долларов То есть Для них это выгодно Связано ли это С приходом Трампа к власти Что вот Допустим Трамп пришел У нас Официально Он вступил В должность В конце января Его избрали В ноябре На выборах То есть Он обещал Очень многое Сделать для того Чтобы курс доллара Упал И связано ли это С этим Я думаю Что не связано Потому что Рынок Живет Девятилетними циклами Уже очень давно 60 лет И Вот на наших Вебинарах Еще в минувшем году В шестнадцатом Задолго до того Даже как еще Определились кандидаты В Америке То есть Еще непонятно Будет ли Трамп Даже кандидатом Или не будет Я также говорил о том Что Если сходить Из этого Девятилетнего цикла То получается Что в семнадцатом году Будет пик По индексу доллара И затем ФРС и Минфин Будут этот доллар Разворачивать В принципе Уже эта ситуация Отчасти наблюдается Если вот мы Допустим Вернем Назад И посмотрим Вот этот Первый Наш самый график Это Индекс долларовой Корзины Это у нас Индекс Не индекс доллара Корзина А нефть Марки Бренд Это у нас Линия синего цвета И также Пара доллар Рубль И Здесь Мы видим Что нефть Уже очень хорошо Пошла Вверх При этом Если посмотреть На индекс доллара То индекс доллара У нас стоит Выше отметки 100 Обычно Для нефти Это плохо То есть Когда индекс доллара Стоит Выше отметки 100 Когда Раз так было В истории То Нефть падала И падала Очень сильно При этом Нефть не падает То есть Здесь получается Уже Есть такая Сильная Раскорреляция Такая глобальная Раскорреляция И все это Показывает То что Доллар Будет Разворачиваться То есть Будет не нефть Именно разворачиваться Потому что Нефть у нас Очень сильно падала По нефти Максимум Был у нас Также В середине 2008 Года И минимум Был в январе 2016 То есть Нефть у нас Падала Практически 8 лет И Доллар у нас Вот уже растет И растет Практически 9 лет Поэтому Здесь и получается Что Разворот будет Именно по доллару А не по нефти То есть Нефть продолжит Постепенно Двигаться вверх А доллар Начнет постепенно Падать То есть Я не говорю О том Что Мы Прямо Увидим Такой Обвал По американской Валюте То есть Все сразу Рухнет Нет Это будет Именно плавный Такой разворот Постепенный И Многие даже Не поймут Что это разворот То есть Будет казаться Что это Очередная Коррекция Очередная Коррекция Которая уже Много раз Наблюдалась И затем Будет Новый Максимум По индексу Доллара А его Не будет Вот такое Мое мнение По Как в целом Американскому Доллару По рынку Нефти Так и По российской Валюте То есть Я думаю Что сначала Рубль Будет Слабеть Либо К 60 06 Либо К 61 Половина И затем Уже Рубль Будет Укрепляться То есть Рубль Доллару Уйдет На отметку 56 То есть В первой Половине Года До 1 Июля У нас Первая Половина Года Я думаю Что сначала Будет Движение Вверх На 60 Тире Среди С половиной Затем Уже Второй Половине Года Будет Движение Вниз На 56 Вот Такой Прогноз По Российской Валюте Уважаемые Коллеги Сдавайте Пожалуйста Свои Вопросы У нас Еще немного Времени Я на Несу Стоит Отвечу Так Что По Облигациям Для Народа Которых Говорят По Всем Новостям Если Смысл Брать Или Там Низкая Ставка Антон Благодарю Вас За Вопрос Смотрите Ставка Примерная Сейчас По Двухлетним Облигациям 8,5 По Десятилетним 8,21 Соответственно Если Такие Ставки Вас Устраивают Допустим Облигации Стоит Рассматривать О которых Вы говорите В первую В очередь Как Альтернатива Банковскому Вкладу Допустим У вас Есть Банковский Вклад Условно Там Ставка 7% Вас Это Не Банковский Депозит На ОФЗ Вот С такими Ставками Там 8,2 Тире 8,5 Если Это Вас Устраивает То Нормально Все Вы Считаете Что Для Вас Хорошо Берите Если Вам Это Кажется Мало Тогда Не Берите То Все Зависит От Вашего Подхода К Доходности Потому Что Кому 8% Это Хорошо А Для Кого 100% Мало Тут Такого Однозначного Вопроса Нет Но Больше 8,5 Этот По Двухлеткам Вам Будет Рассчитывать Трудно 8,5 Годовых Имеется Ввиду Евгения Компания Freshforex На Рынке С 2004 Года А С 2007 Года То Есть Уже Получается Вот 13 Год Идет Работа Так Держим Рубри Пока В Да Сейчас На мой Взгляд Актуален Рост Котировок Американской Валют Также Вот Смотрите Допустим Вы все Трейдеры И соответственно Вы открываете Счета Или Выполняете Счета И вас Тоже Волнует Этот вопрос В какой Валюте Открывать Счет Пополнять Счет На мой Взгляд Сейчас Актуально Именно В первой Половине Года Именно В американских Долларах Потому что Доллар Будет Расти И к И к Рублю То есть Я думаю Что Ближайшие Месяцы Уровни Будут Выше Чем Текущие Соответственно Вам Как Трейдерам Выгодно Открывать Счета И пополнять Именно В американских Долларах Поэтому Я Вам Советую Выбирать Именно Эту Валюту При Открытии Счета И при Пополнении То есть Вы будете Получать Еще Один Дополнительный Доход От того Что Вы торгуете И Увеличивается По отношению К Рублю Так Вот Уже Руслан Дает Инструкцию Как Открывать Графики Руслан Благодарю Вас За Такую Рокцию Так Что Ждать Это Евро Доллар Есть Менение Что Пара Собирается С 1.08 Павел Благодарю Вас За вопрос Вы знаете Я думаю Что Теоретически Конечно Возможно Но Практически Маловероятно На мой взгляд Я У нас Есть Средняя По Боллинжеру На дневном Графике 1.06 49 Это Примерно Потолок По Коллекции Для Этой Паре И Может Быть Чуть Повыше Допустим Пунктов На 10 Может Быть Даже Не Дойдем Немножко И После Этого Уже Начнется Падение Причем Падение Хорошее Сильное Мы В этом Месяце Видели Минимум 22 Февраля 1.04 93 Я думаю Что Мы Обновим И Так В целом Я думаю Что С учетом Повышения Ставки ФРС О котором Мы Сегодня Поговорили Подробно Я думаю Что Мы Уйдем Ниже Чем 1.03 Может Быть 1.02 1.01 Тут Трудно Сказать Потому Что Этого Никто Не Знает Будет Липаритет О котором Вроде Все Говорят Может Быть Будет Может Нет Но Я По Крайне Мере Думаю Что 1.03 Мы Увидим А Там Надо Будем Дальше Смотреть То Есть Пока Я Думаю Что 1.06 Может Быть Чуть Выше Там Пунктов На 10 15 Это Потолок 1.08 Я думаю Не Увидим 1.08 Мы Можем Увидеть Я Думаю Где-то В конце Года Ну Или Может Быть Осенью То Есть Когда Мы Уйдем На 1.03 Или Ниже После Этого Я Уже Говорил Ожидаю Разворота По Доллару И Соответственно Движение Вверх По Паре Евро Доллар То Есть 1.08 Отметка Будет Я Думаю Но Где-то Осенью Или Даже В Декабре Так Что С Текущими Рублями Антон В Текущей Ситуации Я Думаю Что Доллар Будет Расти К Рублю Либо К Отметке 60 Рублей Будет Разворот И Падение Доллара К 56 Вот Такой Мой Взгляд Фунт Не знает Что Делать Да По Фунту У нас Флет Такой Рисуется И Туда И Сюда Фунт Гоняют Я Думаю Что Упадет Фунт И Упадет Сначала К 23.82 Затем К 23.46 И Я Думаю Что Осталось Прям Недолго То Еще Чуть И Скоро Мы Эти Отметки Увидим То Еще Чуть Не Обязательно Что Прям Через Минуту Другую Но Вот На Этой Неделе Доллар Американский Доллар Докуда Рост Сергей У вас Вопрос Что Касается Этой Валютной Пары То Я Думаю Что Рост Нас Продолжится Вчера И Сегодня Рост Рост Хороший И Здесь Ближайший Сильный Уровень Сопротивления Это 1.33.86 От Текущих Уровней 156 Пунктов Вверх Но Поэтому Здесь Получается Что За Один День Такой Рост Мы Вряд Ли Увидим Наверное Эта Ситуация Затянется На Несколько Дней Может Быть Даже На Неделю Поэтому Где-то На Ближайшую Неделю 1.33.86 Сильное Сопротивление То Доллар Будет Расти Ко Всем Конкурентам Плюс Я думаю Что Потому Что Канадский Доллар Сильно Зависит От Динамики Цен На Нефть Так Сбербанк Почему Так Сбербанк Упал Олег Благодарю Вас Вопрос Вопрос Очень Интересный Насущный На Злобу Дня Скажем Так И Сейчас Ответ На Вопрос Не буду На Вебинар По Сбербанку И Как раз Там Мы Всю Ситуацию Сбербанком Рассмотрим И Составим Прогноз Что Делать С Акциями Сбербанк Как На Это Можно Заработать То есть Через Два Дня Приходите На Это Вебинар Заходите На Наш Сайт Фрешфорекс В раздел Обучение Видеоуроки Там Ссылка На Вебинар Будет Поступна Поэтому Об Сбербанке Мы Поговорим Как раз Ровно Через Два Дня Так Для Пара Доллар Дина Есть Хорош Прежисс Индикатор Криллиант Для Фунта Доллар Есть Такое Константин Обладаю Вас Вопрос Да Есть Такое Это Называется Спред Доходности Десятилетних Государственных Облигаций Великобритании США Спред Очень Хороший Индикатор И Спред Показывает На То Что В Ближайшие Дни Пара Будет Падать На 1.23.46 То Есть Это Вопрос Просто Во Времени Когда Мы Туда Уйдем Либо Прям Очень Скоро Либо Чуть Подолще Затянется Ситуация Индекс Доллар Есть Зависимость Андрея К Золоту Зависимость Обратная Если Индекс Доллар Растет То Обычно Золото Падает Но Есть Небольшое Исключение С правил Это Бывает Не Всегда Это Не Вот Что Прям В 100 Случаев Из 100 У нас Доллар Растет И Золото Падает Бывают Раскорреляции Временные То Бывает На Время Допустим Доллар Растет А Золо Тоже Корреляции Между Золотом И Еще Чем Либо Я Обратил Ваше Внимание На Два Таких Хороших Инструмента Это Индекс Доллара И S&P 500 То Если Индекс Доллара Идет Вверх S&P 500 Идет Вверх То Для Золота Это Плохо Золото Должно Ити Вниз И Наоборот Допустим Индекс Доллара Вниз S&P 500 Вниз Золото Вверх Когда Вот Эти Условия Совпадают То Это Очень Хорош Такой Сигнал А Бывает Так Что Допустим Индекс Доллара Вверх S&P Flat Или S&P Даже Вниз То Здесь Сигнал Вот Не Такой Хороший Поэтому Смотрите И За Индекс Доллара И За S&P И Тогда Вам Будет Примерно Понятна Ситуация По Золоту Уважаем Коллеги Я Ответил На Ваши Вопросы Благодарю Вас Всех За Участие В Вебинаре Желаю Всем Успехов В Торговле Сегодня Мы Поговорили О Перспективах Российской Валюты И Также Я Вас Приглашаю Наши Вебинары Ближайший Вебинар Будет Завтра 1 Марта Первый День Весны И В этот Прекрасный День Мы Встречаемся В 10 Встречаемся По Москве Чтобы Провести Вебинар Ежедневный Обзор Рынка Где Обсудим Текущую Ситуацию По Рынку И Также На Этой Неделе У нас Еще Будет Вечерний Вебинар Также В 18 часов По Москве Мы Поговорим О Акциях Сбербанка 2 Марта В 18 часов А Сейчас Вебинар Заверим Желаю Всем Успехов До новых Редактор субтитров Корректор 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 Корректор